Шестилетняя Настя за тренировку падает не один десяток раз. Фигурное катание считается одним из наиболее травматичных видов спорта. Поэтому первое, чему здесь научили, приземляться без последствий. Надо падать на бок, чтобы не удариться ничем. Ничего себе не поломать, наверное. Да. Ледовый дворец, говорят наставники фигуристов, самое скользкое место в городе. Хотя последние несколько дней они в этом уже не так уверены. У нас изумительное качество льда. Я так говорю, потому что это не только моя оценка, это оценка приезжих к нам специалистов. А что касается на улице, как вам лед? А на улице, наверное, еще лучше, судя по тому, что люди ходят, друг за другом держатся. По крайней мере, сегодня несколько раз наблюдала. В отличие от фигуристов, падения прохожих на улице не всегда заканчиваются благополучно. Тут у вас перелом бычевой фосточки. В этом есть. Зима у травматологов, что день жестянщика для автослесаря. Количество пострадавших при падении на льду уже перевалило за два десятка. Да, конечно, скользко, но погода такая, чушь. Каждый сантиметр ты ведь не посыпешь, не обсыпешь. До декабря меньше было травм. А сейчас вот последние особенно дни, вот это связано с этой гололедицей, идут. Уже вот последние двое суток приняли где-то уже 15 человек. И вот сейчас еще до сих пор находятся на обследовании. Валентина Яковлевна собиралась в магазин, а попала к травматологу. Рассказывает, поскользнулась возле березки. Люди добрые, меня подняли. Женщина сначала, она уху, у меня покрутилась, ничего не получается. Мужчина попросили. Мужчина пришел, подошел. Вот, еле-еле подняли. Врач сказал, гипс снимут через пару месяцев. Теперь женщина переживает, как сажать рассаду к дачному сезону. А как упал-то вот сразу, мне вот пальцами нельзя было пошевелить, у меня все больно. Вот мой подвал, где я беру песок, чтобы посыпать тропинки. Вот у меня песок. Вот песок, который я заготовила. Мы отсюда берем. Ну вот, он вроде мягкий у нас, песок, все. То есть он здесь мороженый? Нет, он не мороженый. Хватит до весны? Хватит, хватит. До весны я рассчитываю на себя. Должно хватить мне. Во дворе у Татьяны Мавликеевой порядок. Если на улице скользко, рассказывает дворник, сперва посыпает около подъездов, а после дорожки, где чаще ходят люди. Здесь у нас ступенька, мы ее посыпаем побольше. Потому что здесь ступеньки у нас. Вернее, бордюр, где можно упасть. Инвентарь не хитрый, ведро досовок. Но и с ним нужно уметь обращаться. Пожалуйста. Вот так вот, как сеет. Да вот, прям вот можно. Да, вот, да. Как вот сеет. Вот, и пошел, пошел. Во, во, вот. Ну, собственно. Вот. То есть вот здесь так? Здесь уже никто не поскользнется, наверное, у нас. Да нет, не поскользнется. На тротуарах песок посыпает техника. В народе такой трактор называют пескотряс. Одна кошелка на полу улицы. Если большая улица, две кошелки. Кошелка – это кузов трактора. А на братскую таких кошелок нужно минимум четыре. На широких улицах песок разбрасывает более мощная техника. В первую очередь в основном сыпется тротуары с наибольшим скоплением людей. То есть это там, где люди идут на работу. Центральная улица, в основном улица Ленина, проспект Мира. Там, где не досыпали, сейчас досыпаем. То, что с утра не было досыпано нами, мы сейчас досыпаем, чтобы людям было удобно ходить. Скользко утром. Сейчас вот хорошо, а утром было плохо. Шла, конечно, осторожно, хотя у нас очень хороший дворник. Я стараюсь немножко коленки вот как бы вот на лыжах. Вот так стараюсь ходить, чтобы не упасть. Ну, пока помогает. Пасаюсь, еле-еле хожу. Ну, я смотрю, у вас и обувь такая скользкая довольно-таки. Нет, я бы не сказала. Нет, нет, нет. У меня эта обувь не очень скользкая. Нормально идти. Ну, все, мы скользкие. Ну, как-то стараюсь. Поменьше шаги делать. Не падали в этом году-то еще? Нет. А так вообще приходилось? Бог милого, будем так говорить. Я, конечно, не профессиональный каскадер, но все-таки постараюсь показать, как правильно падать на льду. Если следовать советам профессионалов, прежде всего нужно сгруппироваться. Это значит, падать нужно с согнутых колен, заваливаться на бок и ни в коем случае не опираться на руки. Ну, и самое главное, при падении не бояться испачкать одежду. Отлично! Получилось? Ну, вам падали не страшны, можно падать и падать, вы уже почти профессионалов. Егор Гурин, Игорь Войдаков, Владимир Полищук и Андрей Лешин. Телерадиокомпания «Заречный». Телерадиокомпания «Заречный» Телерадиокомпании «Заречный»